Подвели итоги года и наградили отличившихся на службе. Сегодня, 12 января, свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. Николай Осипов работает в прокуратуре более 20 лет. В его послужном списке раскрыты преступления, помощь в погашении задолженности по зарплатам работникам предприятий, восстановление прав детей-сирот на получение квартир, устранение несанкционированных свалок. За эти годы Николай Владимирович успел поработать следователем по особо важным делам, старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений, заместителем начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Руководил прокуратурой Батаревского района, а в конце 2020-го стал прокурором Московского района Чебоксар. Сегодня по приказу генерального прокурора России ему вручили нагрудный знак за безупречную службу. Самое главное не оставаться без участков к проблемам людей. Прежде всего нужно понять, если человек пришел к тебе, пришел к прокуратуре, пришел к прокурору, он пришел, как правило, за последнюю истину, за последнюю инстанцию. Очень главное человека выслушать и понять, и попытаться всеми возможными способами, законными, решить его проблемы. Прокурор, как известно, это от слова «заботящийся». И поэтому наша основная задача – это забота, прежде всего, о простых гражданах, которые приходят в прокуратуру за защитой своих прав. Прокурор – это как раз тот должностное лицо, который просто обязан непосредственно такой проблемой заниматься и решать проблемы именно простых людей, которым, в принципе, больше возможно обратиться даже и некому. Поэтому нам и закон такие полномочия представляет, и полагаю, что в целом мы достаточно эффективно в этом направлении работаем. Отстаивать трудовые, социальные и имущественные права жителей республики – ежедневная работа сотрудников. Сотни проверок, тысячи исков, тонны изученных документов – цифры говорят сами за себя. В результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате перед четырьмя тысячами работников на общую сумму более 70 миллионов рублей. Более четырех тысяч нарушений законов причастено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел, связанных с финансовыми злоупотреблениями при оказании коммунальных услуг. Обеспечивалась законность приорализации в Чувашии национальных проектов. Серьезную поддержку от прокуратуры в 2020-м получили и предприниматели. Из-за неблагоприятной экономической обстановки в связи с пандемией ведомство ограничило проверку бизнеса и сумело защитить собственников от административного давления. Кроме того, прокуратура помогла получить положенные меры государственной поддержки. Работа в этом направлении будет продолжена и в этом году. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика.